Друзья, привет! Время 5 часов. У нас уже начинает темнеть. Я смотрю на красивейший закат и счастливая бегу в магазин Вальборис. Пришли мои силиконовые формы. Пришли две пары тапочек, похожих на тапочки из Икея. Сейчас их почему-то там я их не нашла. Наверное, опять сняли с производства. Вот. В общем, бегу. Для вас уже приготовила в этом ролике, как совсем задешево, за 274 рубля, которые я потратила. Преобразился диван. Можно украсить кровать. Я нашила кучу подушек. В общем, приду из магазина, буду монтировать ролик. И в этом ролике вы все увидите. Мне очень приятно, что вы уделяете время моему каналу, моим роликам. Вам это все нравится. Мне от этого очень тепло на душе. Ну, а сейчас вот так вот, чтобы не выключать камеру. Ой, нет, камера не передает. Там такой красивейший закат. Никак не могу поймать этот ракурс. Все какое-то белое засвеченное. На самом деле, очень такой нежный, не багровый, не багряный, а вот такой, ну, чуть-чуть в оранжевый закат. Вот. У нас морозит. Видите, небо такое пасмурное. Вчера красивейшие звезды были. Но вчера поздно вернулись домой. И небо все было усеяно звездами. В общем, здесь темное-темное небо и яркие-яркие звезды. Я представляю, какая красота будет летом в августе. Ну, до этого нужно дожить. В общем, я побежала. Скоро включусь. Ну что, друзья, решила включиться. Вы уже видели этот парк. Но сегодня такие яркие огни, может быть, потому что нет ветра. И как-то так стало ясно, что ли. Хоть уже и темнеет, но как-то мороз. Какой-то воздух чистый. Настроение прекрасное. И я решила вместе с вами еще раз пройти по этому прекрасному парку. Вот там. Видите, какой закат? Вот он. Конечно, камера не передает, но очень-очень красиво. В общем, мне еще где-то идти где-то минут 10, а то и 5. Вот так вот 15 минут, 10-15 минут. И я в любимом магазине Валберис. Хоть каждый день ходи. Ой, как же красиво, как же свежо. Ой, посмотрите. Сейчас вот в темноту зайдем. Может быть, камера словит вот этот красивый закат. Очень красиво. Красота. Вот. Мне так интересно, так не терпится скорее увидеть эти силиконовые формы и хотя бы залить одну партию. 5 килограмм гипса у меня есть. На несколько кирпичиков хватит, я думаю. В общем, сегодня, наверное, не утерплю. В этом ролике, конечно, вам не покажу. А завтра на полную катушку буду делать эти кирпичики. Как же я ждала эту форму. Где-то дней 5 она, наверное, шла ко мне. Вот танцплощадка прохожу. Видите как? Через парк и магазин Валберис. Не знаю, может быть, переключиться, чтобы вы посмотрели немножечко вечернего парка. Наверное, так и сделаю. Все в огнях. Вчера даже, вы знаете, вот тот кораблик, который фонтан, я вам осенью показывала, на нем включили уже праздничную гирлянду. Вот здесь дом Меншикова тоже украшен. Вот такой вот красивейший закат. Как же красиво это смотрится на фоне вот этих черных деревьев. Вот этот алый-алый закат. Сейчас он оранжевый, прям ярко-оранжевый. Из дома я выходила, был такой светленький. А сейчас вот потемнел, встаю, любуюсь. Красота. Вот эти мишки. Сейчас повернусь, чтобы вы видели, что у меня позади. Колесо обозрения осенью. Вот здесь были очень красивые деревья. Ну, зимой, наверное, будет красота по-другому. Вот эти арки будут гореть. Вот аллея из арок. Я видела на канале Баба Ягодка, называется канал. Это местный блогер. Я видела у нее в том году, как эти арки горели. Вообще, у нее есть очень интересное видео про прощальное воскресенье. Здесь была масленица последний день. И я еще даже тогда не купила дом. Но, увидев этот ролик, я его смотрела несколько раз. Если не забуду, оставлю ссылку на этот ролик. Посмотрите, друзья, как в Чеплыгине праздновали масленицу в том году. Вот он мой любимый магазин. Сейчас вот через эти ворота пройду. И рука уже отмерзает. Одна рука в перчатке. Видите, лед лежит. Видите, как все быстро. Вот он вам центр города. Ну, сколько мы тут прошли? Ну, 10 минут. Ровно 10 минут. Вот этот вот красивый домик, который мне так нравится. Блэкхаусом облицован. И следующий дом, это как раз пункт выдачи магазина Валберис. Вот уже и пришли. Все, друзья, выключаюсь. Получаю свой заказ. И бегу домой. Бегу домой монтировать ролик. И скорее пробовать делать кирпичики. Короче, открываем кирпичный завод. Друзья, ходила не первый раз. Вот оно, колесо обозрения. И вот здесь центр красоты. Сейчас вот засниму телефон. Телефоном телефон. Так, 8-961-601-91-11. Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, коррекция, вечерние свадебные укладки, парикмахерские услуги. Вот такой приличненький. Я думала, это типа кафешки, судя по вот этой веранде. И, ну, как бы парк здесь, да. Очень логично, что это кафе. Представляете? И вот только сегодня я обратила внимание, что это центр красоты. А вот там у нас адвокат. Чуть дальше стоматология дом. Ну, а дальше моя дорога домой. Вот, друзья, посмотрите, какая красота получилась. Пришила я эту полоску с бубенчиками. Не знаю, как это назвать. Это не кружево. Короче, кайма, тесьма. Вот с такими бубенчиками. Сейчас вот вытащу наметку, но уже на машинке прострочила. Получается красота красивая. Ушло, она покрывала у меня три шторины. Было четыре. Вот четвертую шторину я разрезала пополам. И вот так вот просто накинула, скажем так, на диван. Не знаю, может быть, сошью. Ну, мне кажется, и так очень все хорошо. Теперь наш диван защищен. Котов не очень интересует это покрытие. А вот диван они драли. Что еще хочу вам показать? Ему так нравятся эти бубенчики. Не выбрасывайте старые подушки. У меня вот старая подушка привезла из старой квартиры. Она вся уже вышла из строя. Была 40 на 70. И там как-то все сбилось. Ну, в общем, на выброс. Одну я выбросила, а теперь жалею, что я ее выбросила. Внутри там, как это называется, холофайбер или, не знаю, самое дешевое наполнение. Но если мы это наполнение вот так вот сдвинем в одну сторону, лишнее даже не надо ничего отрезать, а просто вот рукой вот здесь вот я сейчас пришлю, вот здесь шов сделаю. Надо было сразу начинать отсюда, ну да ладно. И просто вот эту лишнюю часть, где образовалась пустота, просто пришлю к подушке. То же самое я сделала и вот с этой подушкой, которая была в этом доме. Посмотрите, какая красота получилась. Тоже подушка была 70 на 70, но очень такая жиденькая. Таким же способом, все то же самое, сбив вот все в одно место вниз, да, так скажем, вот этот наполнитель, завернув, как вот я делаю вот с этой подушкой, то же самое я сделала и вот с этой подушкой. И она уже стала 40, наверное, на 70. Получается где-то так. Уже стала такой не подушкой для сна, а больше похожей на такую хорошую подушку для дивана. Значит, шью я из ткани. Мне приходил в рамках сотрудничества постельный комплект из Ньюшик. И вот это была простынь, которая мне не очень нравилась. Она как-то комкалась, ерзалась на постели. Пододеяльник и наволочки нормальные, а вот простынь не нравилась. Но видите, как очумелые ручки нашли применение этой простыни, и я из нее сошью две наволочки. Одна вот такая получается 70 на 40. Ну, а вот эта подушка, не знаю, вот которую я сейчас делаю, да, ну, здесь, наверное, получится 40 на 40, где-то так. Тоже пошли сюда серую наволочку. И получится комплект замечательных подушек, можно сказать, даром, которые уже отслужили свой срок. Ну, это, конечно, подушечка, вы помните. Вот эту мы сделаем. И, представляете, вот уже вырисовывается вот такой комплект подушек, который, ну, просто украсит этот замечательный диван, который сейчас мне очень-очень нравится. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Друзья, посмотрите, как это красиво смотрится вот в таком вечернем свете, в свете ламп. В общем, Анечка говорит, вот теперь на этот диванчик приятно смотреть. Подушечки, все свои корзинки я убрала, одну поставила вот сюда на подоконник. Вот, в общем, пока вот в таких походных условиях, конечно, здесь диван стоять не будет, но пока будем радоваться и этому. Ну, а сейчас я пришла из магазина, давайте посмотрим на эти формы и будем открывать кирпичный завод. Друзья, кроме форм заказала две пары тапочек, свой 41-й и Лешин 45-й. Вы представляете, Лешин 45-й пришли чуни. Что за безобразие, не знаю. Читала там в отзывах, очень многие пишут, что как-то путают заказы. Вместо тапок кладут вот такие чуни, ну, знаете, такие вот, ну, чуни, одним словом. Ну, очень похожи на икеевские. Пишут натуральная овчина, конечно же, это не натуральная овчина. 418 рублей. В общем, у меня вот такие подобные есть, но хочется, чтобы лежали новенькие. Ну, а теперь давайте формы, за которыми я просто бежала. Значит, я их там распаковала. Они были очень хорошо упакованы. В них лежит инструкция. Сейчас буду все подробно изучать, чтобы, ну, как сказать, чтобы гипс меньше расходовался. Надо, конечно же, знать пропорции. И вот только на это количество кирпичиков делать замес. Вот они, вот они, силиконовые формы. Значит, кирпич называется венецианская штукатурка. Все кирпичики не повторяются. То есть, вот их 6 штук, и они все разные. Все будут разные. Ну, вот, собственно, и все. Вот, одна 6 штук. Видите, картон пригодится мне обязательно. И вторая 6 штук. Сейчас буду досконально изучать инструкцию. И сегодня точно сделаю первую партию. Ну, а завтра уже вам расскажу о своих впечатлениях. Ну, и, конечно же, покажу, что же у меня получилось. Ну, а на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, вам было интересно. Я всех вас обнимаю, люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Сидникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok